Здравствуйте! Это новости Дагестана. Мы по-прежнему вещаем из дома. И на связи с вами Джамиля Шарипова. По данным Роспотребнадзора, количество коронавирусных больных сегодня на 26 больше. 9 человек выздоровело. Всего в республике обследовано около 5000 граждан. Свыше 2000 человек в настоящее время находятся на домашней изоляции. Застряли на границе. Люди со всех концов России, не зная закрытия российско-азербайджанской границы, стекаются к пропускному пункту Ярак-Казмоляр в Маграмкенском районе. Хотя ранее уже не раз сообщалось о закрытии границы с Азербайджаном до улучшения эпидемиологической ситуации. Районными властями оказывается вся возможная помощь жителям соседней страны, оказавшимся в непредвиденной и трудной жизненной ситуации. Их временно разместили в мечети. Также им доставляется горячее питание, выдаются гигиенические средства. Ежедневно проводится дезинфекция помещений. Ограничение на перемещение через границу продлится до 20 апреля. Международное автомобильное сообщение, которое связано с перевозкой товаров, разрешено. А в Хасавертовском районе в результате ДТП погибли трое молодых людей. На автодороге «Кавказ» возле села Татурбий-Кала 27-летний молодой человек не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в дерево. В результате водитель и двое пассажиров скончались на месте. Еще один молодой человек с различными травмами доставлен в больницу. Все участники происшествия – это были жители села Зубутли-Мятли Кизилюртовского района. Сулейман Керимов помогает Дагестану. По инициативе сенатора сегодня в Дзербент прибыли первые машины с медоборудованием, лекарствами и расходными материалами. Стоимость закупленных товаров превышает полтора миллиарда рублей. Часть оборудования была приобретена за рубежом. Оплату таможенных пошлин и всей логистики также взял на себя Керимов. Подробности о драгоценном Грузии расскажет Патимат Ханапова. Список приобретенных медицинских товаров обширный. От аппаратов в искусственной вентиляции легких до обеззараживателей воздуха. Инициатором закупки и ее спонсором выступил Сулейман Керимов. На оборудование и лекарственные препараты ушло более полутора миллиардов рублей. Первая часть необходимого для борьбы с коронавирусом товара уже прибыла в Дзербент. На самом деле ситуация с коронавирусной инфекцией оказалась неожиданной не только для всего мира, но и для, в частности, Дзербента Дагестана. Без этой помощи, я не знаю, как бы мы действовали дальше, потому что средства не были предусмотрены, потому что мы, как бы, скажем, не планировали расходы. Какие-то запасы у нас, конечно, есть, но абсолютно они бы не хотели. И если бы этого не поступило, на самом деле мы бы не знали, как поступить. Я еще раз выражаю благодарность этим великим людям, которые, значит, помогают родному Дагестану. Пусть Всевышний зачтет им эту помощь. Мы, со своей стороны, это будем использовать, естественно, по назначению. Кроме того, заметную финансовую помощь в закупке и отправке жизненно важного для Дагестана груза оказал и предприниматель Магомед Вичедов. Он потратил на эти цели более 40 миллионов рублей. По словам главы Дзербента Хизрия Бакарова, вместе с главврачом они решат, что в первую очередь нужно для Дзербентской больницы, а остальное затем направят в Махачкалу. Я хочу сказать Сульману Киримову большое спасибо. Также хочу большое спасибо сказать Вичедову Магомеду, который со своей группой организовал погрузку. Сам тоже вложил более 40 миллионов рублей. Также хочу сказать большое спасибо Вадиму Абдуалевичу, который от начала до конца контролирует этот процесс. И говорю, что все, что Сульману помогает, оно должно доходить, именно нуждающимся в первую очередь, и в те больницы, где она нужна. Пока с товаром прибыль два грузовых машины. Там в основном медицинское оборудование и лекарства. В ближайшее время планируется на самолете доставка масок и вспомогательного материала. Кроме того, расходы на установку аппарата в обучении персонала также взял на себя Сулейман Киримов. По теме от Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Дзербент. Как будут производиться выплаты по безработице и другие социальные выплаты? Кому положена гуманитарная помощь и как ее получить? Ответы на эти, а также другие вопросы можно получить в колл-центре Минтруда Дагестана. Свою работу штаб начал совсем недавно, но специалисты уже успели принять больше тысячи звонков. На фоне кризиса возникло множество социальных проблем. В основном жители городов и районов республики интересуются размером пособия по безработице и методом начисления. Специалисты поясняют, максимальный размер пособия по безработице от 8 до 12 тысяч. Его смогут получить граждане, уволенные по любым основаниям, за исключением нарушения трудовой дисциплины, которые потеряли рабочее место в течение 12 месяцев. Проведение консультации находится на контроле у главы Минтруда региона. Очень много решений сейчас принимает и президент страны, и глава республики. Решения связаны с социальной поддержкой пожилых граждан, одиноких, малоимущих граждан, семей с детьми, которые нуждаются в поддержке, людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Поэтому, да, и, конечно, очень важный вопрос с безработицей, с трудозанятостью, хотя кризиса как такового нет, но мы отслеживаем, и у нас есть меры поддержки, в которые мы готовы заявиться, поработать. Есть предложения федерального центра. Специалисты центра также дают разъяснения по вопросам выплат социальных пособий и оказания гуманитарной помощи. Горячая линия колл-центра работает в будние дни. Связаться со специалистами можно по номеру 64 1504. Все рынки, кроме продовольственных, в Махачкале закрыты. Управление торговли в столице следит за этим и реагирует на нарушение установленных временных рамок. Об этом сообщает «Махачкалинские известия». По информации газеты, около 90% владельцев торговых центров, банкетных залов и павильонов на территории рынков вошли в положение и закрыли свои объекты сразу. И все же есть горячая линия, по которой управление торговли просит сообщать о нарушителях режима самоизоляции. В штатном режиме сегодня продолжают работать дорожно-строительные компании. В Лакском районе началась реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Мамраш-Ташкапур-Араканский мост. Маршрут этот является альтернативой, связующим звеном между Центральным Дагестаном и Югом Республики. Дорога проходит через территорию семи муниципальных районов. Согласно контракту, завершение работы запланировано на 2021 год. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Берегите себя. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова